Продолжаются злоключения Дома культуры в поселке Совхоз имени Ленина. Работники ЗАО Совхоз имени Ленина, которое владеет зданием, начали, но не закончили в нем ремонт и в итоге законсервировали объект. Надзорные органы, они уверили в том, что здание полностью обесточено, а из системы отопления и водоснабжения вся вода слита. Но это оказалось не так, что привело к печальным последствиям. Напомним, что ремонтные работы в Доме культуры поселка начались в конце прошлой весны. Правда, все отмечали, что проводились они странно. Вскрывались полы, разрушались стены, демонтировалось оборудование. Изначально все действия были похожи на имитацию ремонта. Здесь, например, мы видим, что заменен кусок трубы длиной метр примерно. При этом батареи старые, стояки старые, подводка труб старая. Видимо, работы велись с таким расчетом, что они никогда не будут закончены. Как мы понимаем, с одной единственной целью, чтобы Дом культуры перестал работать. В конце концов, здание было законсервировано. Но, как выяснилось, не все технические требования были соблюдены. В частности, в системе отопления осталась вода. Ударили морозы и батареи пришли в негодность. Трубы в здании Дома культуры банально прорвало. Перед вами порванные трубы, порванные батареи. Все это вытекло. Система отопления здания полностью приведена в негодность. Возникает вопрос, кто, когда, за чей счет, как будет все это восстанавливать. Специалисты отмечают, что в таком полуразрушенном виде здание не может стоять длительное время. Совсем скоро начнется процесс деформации фундамента и стен.